теперь или оставлять все так как есть или давать прямым эфиром получается тему с никой разговаривала она говорит мам я смотрела что пару раз ты пыталась по теме но у тебя все равно задают вопросы тебя смотрят типа не потому что ты какую-то тему всегда несешь они тебя смотрят потому что ну как ну из-за личности поэтому тебе нет смысла по какой-то теме типа разговаривать ты в основном просто отвечаешь на вопросы поэтому я так послушала и я думаю ну в принципе она права не 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 удаляй эфир хотя бы на 24 часа демана мама похож да да попробую пусть повисит он 24 часа я посмотрю на количество просмотров и вообще на как там будет реагировать instagram или там глянем а то что дема на меня похож да мама у меня когда взяла его первый раз руки расплакалась говорит мне ощущение что я тебя на руках держу 11 внешность родила себе себя только мальчику так вы присоединяетесь пока я сейчас приеду домой я вещи не довешиваю надо довесить вещи и потом хочу попробовать парочистителем внутри ну пройтись по окнам посмотреть как работает а не сейчас хочу хожу на вождение совсем беда с парковкой расскажите пожалуйста как у вас было ой слушай не расстраивайся это дело опыта потому что первая моя машина это была маленькая машинка fiat пунта и она была вся покоцанная она была поцарапанная я не понимала куда крутить руль поэтому если вы думаете что сразу каждый водит супер мега круто это неправда все остается как бы опыт нужен в общем просто паркуйтесь просто садитесь и едьте куда хотите ну куда вам надо то есть не бойтесь руля просто ездите у меня история была очень интересная я я помню я как-то припарковалась возле цума и там такие были как ну короче такие как штырьки металлические я не могла выехать ни вправо ни влево ни вправо ни влево я крутилась вертелась и этот штырь штырек ну как бы я понимала что сейчас неправильно выйду то он поцарапает машину и я так уже раз психовала что не могу выехать что я взяла и короче начала выезжать и слышу и думаю пофиг и все равно выехала автомобиль для чего машина всегда надо ну что первая была которую не жалко вы будете убить хотя я не била и я просто и царапала там в кусты заехала поцарапала там еще что-то то есть машина должна первое быть очень как бы чтоб я не жалко было поэтому не переживайте так не думала куда будешь ехать в отпуск летний будешь ждать когда границы откроют или по украине по космическим ценам мы уже обсуждали с тем куда мы поедем вот дем куда ты идешь пожалуйста закрою дверь но нам надо чтоб открыли границы но если нет тогда по украине тебе не холодно мне тема про вождение сейчас актуально тоже уже как бы водишь или но только учишься а нет волосы как уход я решила что все таки я пойду еще в салон потому что все трихологи и дерматологи говорят о том что с кожей головы и со структурой волосы все хорошо когда они отрастают а потом идет они секуются и как бы ломаются они суховатые я уже перепробовала разные шампуни и я не могу понять в чем причина не могу сказать волос стал лучше конечно чем был но я все равно не довольна поэтому я пойду в салон enjoy там очень хорошие мастера и я хочу чтобы мне как бы подобрали именно для меня уход наверное салонный плюс у них тоже есть там дерматолог короче комплексно чтоб подошли к моим волосам и подобрали мне какой-то правильный такой уход и я понаблюдаю за ними посмотрим что будет потому что я позвонила говорит какая-то ситуация так я являюсь но долгое время сейчас уже нет долгое время была блин подтормаживая слово забыла прикиньте ну посетительница салона другое слово я его забыла вот и как бы девчонки меня знают поэтому говорю вот так и так поэтому вот буду наверное консультироваться что-то делать с волосами и я же говорю потому что длина ни туда ни сюда сразу на автомате начали ездить или на механике на механике сначала а потом только на формате ну в принципе сейчас я не вижу смысла учиться на механике хотя многие говорят нет надо сначала на механике потом на автомате но ездила я на механике наверно год а потом все остальное время на автомате сейчас посади меня за механику я не вспомню заглохну сто процентов потому что мужчины которые как бы ездят и на механике на автомате глохнут время время поэтому я вообще не считаю что из больших городах типа киева ездить на механике только тренировать одну ногу а хоть накачанная старая нет это очень неудобно они как ты борешься со страхом как побороть страх но я работаю просто над собой и это называется самовношение в моем случае работает например да я как бы очень часто да я боюсь за детей вот ника идет гулять и там берется в идиом и у меня начинаются вылазить разные страхи потом я успокаиваю себя тем что вспомните наше детство где мы только не лазили что ну как бы детей надо отпускать чтобы они самостоятельно учились каким-то вещам ну и так далее да то есть как бы это называет самовношение разговоры сама собой вот я себя убеждаю что вот так так и вот так а вообще побороть страх если вы боитесь например идти на новую работу надо идти на нее начинать работать а там смотреть потому что на самом деле эти страхи они как бы не обоснованы когда есть страх надо в него идти это это все говорят волосы не крашу это мой цвет не хочу красить и дай бог не буду красить еще там лет 15 хотелось бы моя первая машина был до матис на механике я отлично на нет училась ну вот у меня был fiat punto это тоже маленькая машинка вот и вообще моталась я там еще был вариатор коробка автомат вариатор она была офигенная она так моталась просто я как у меня машина появилась я ездила сначала на механике по киеву где-то год я боялась ну короче могла глохнуть а потом когда мне появился автомат я три месяца поездила по киеву потом стартанула сразу в запорожье начала ездить уже по между городу и очень быстро научилась хорошо ездить привет из драковыча приветик привет капорин что у вас добавляют кофе эспрессо и fresh апельсиновый все завтра иду на повышение квалификации права есть но не ездила боюсь опять же садишься ездишь постоянно на пустая основе через страх а кофе уже полчаса жду выезжаю я кофе уже получится что выезжаешь блин ветер такой шок опять до логан какой-то да и угадаю что ты пьешь до олечка именно клиентка точно спасибо я вчера 77 лет тела я через семь лет блин и закупка не вижу села за механику и все ок ноги и руки помнят здорово у меня забыли анечка это что за напиток у вас это капу оранж страх это за наших детей не помогает и мы только плохо им делаем сама приучилась мне кажется каждая мама приучиться вы губы подкололи нет я чистку лица сделала маму часто страхи это это один фантазии больше страх это инстинкт самосохранения но фантазии осторожность разно вы красотка спасибо большое а дашь маме попробовать дашь маме попробовать ой поселители большого вкусно да не то что куда без палочек еще да тоже вкусно спасибо и даже без масла тоже в круг ну да без палочки без без масла это сыр без сила еще вкуснее просто палочку съесть да понятно а я в пятницу была в Турсковце город вымер так не по себе было такое ощущение что сейчас зомби повылазят бррр туристов нету наверное поэтому да наверное страшно потому что когда здесь вся эта ситуация была и у нас киеве вот проезжаешь вокзал жд вокзал ну естественно никого нет вообще никого нет и ощущение что да знаете как припять никого нету очень страшно в какой сфере работает амиссия секрет секрет я пока не хочу обсуждать как бы лично и потому что обычно когда я ну как искренне чем-то делюсь то потом мне это вылазит боком поэтому пока не хочу скажите вы разрешаете доминике краситься смотрите никой у нее нет такого желания она этого не делает и у меня не возникало такого вопроса краситься или не краситься запрещать не запрещать она просто считает что это как бы глупо говорит мне 15 зачем мне краситься и я ее полностью поддерживаю кордона закрыть за встреч карпатах ну границы не закрыты по украине то есть карпаты можно поехать и в основном если с европой например да будет закрыты но не только с европой там из турции египтом островами будут закрыты границы то все начнут ездить там на моря как бы черное море до карпаты в горы ну вот так наверное поэтому встречи в карпатах я конечно не планирую потому что потому что не планирую я вообще пока встречи не планирую знаете почему сохраните их и пожалуйста да у меня природа волосы прямые потому что очень много хороших девочек но также есть и девочки негативные которые тебя смотрят какой-то любой но я уже заметила я кстати замечаю что это одних и тех же они смотрят меня годами но я им не нравлюсь я не знаю их лицо потому что не закрыты страницы и вот как бы образно говоря я открыта придет на встречу например человек 1 2 3 я их не знаю и я не хочу встретиться с тем негативом который мне иногда пишет если я не нравлюсь да зачем меня смотреть поэтому короче у меня как-то так теперь уже нет особого желания делать встречи расскажите трошки за ремонт чё плановится еще до рубляты пол дома готовы почти осталось плинтуса потолки и двери межкомнатные вот другие пол дома плитка лежит стены подготовлены как они и надо их еще флизелином типа поклеить как выпрямить да там короче они так делают а потом и покрасить потухим вот не облизывая пожалуйста пальцы я тебя прошу есть салфетки да я вижу у меня на затылке есть глаза у мамы есть глаза везде у каждой мамы понял есть третий глаз вот тут вот и на затылке а это невидимый глаз вот поэтому в принципе ну не так много и осталось для того чтобы полноценно и хорошо жить надо на тысяч двадцать долларов от этих встреч теряешь силу это вампиры последняя встреча которая у меня была я три дня потом отлеживалась я не могла встать с постели вообще мне было очень плохо поэтому я побаиваюсь сделать встречи хотя я в марте собралась сделать и тут коронавирус и я такая подумала наверное и хорошо они в это плене в доме уже есть да есть и мывать уже в доме будешь ну да наверное да потому что вообще мы планировали переехать в диома зачем ты делаешь мы планировали переехать вот сейчас май и в принципе там можно уже жить как бы полноценно в принципе как полноценно нельзя наверно почему потому что нету кухни и нету туалета то есть надо сделать причем есть унитазы есть краны есть то есть просто это все надо установить воду надо там пробита скважина но надо насос поставить надо купить бойлер то есть это ну это все по сильные деньги но как бы если все делать одно цепляет другое получается что начинаешь делать это цепляется зато и пошло поехало вот поэтому как то так тем более я хочу вот этот шкаф он стоит три с половиной три три тысячи долларов на 10 метров который 3000 баксов просто шкаф я его хочу а я думаю негативные не придут я не знаю придут или не придут но мне как-то не хочется а який сенс дивитесь а люди не к тубе наподобаются вот и я не понимаю я например вами на духа надыхаясь я вчусь я не бачу сенсы 3 драта ты частный тыс я полностью согласна я точно такого же мнения и я не понимаю таких людей слава богу их немного там по факту да ну на одной руке можно сосчитать который вот постоянно колят постоянно пишут если не в комментарии то в личку я уже не обращаю внимание потому что на самом деле нам как мне даже иногда улыбательно ну то есть я понимаю что вот это вот знаете как ну то есть я раздражаю человека и вызываю негатив но значит не просто так потому что адекватный нормальный человек он тебя смотреть не будет если ты как бы не нравишься носит там мировоззрение не совпадает мне кажется такие люди не придут они только смотрят закрытыми аккаунтами мало ли не хочется димит не пойдет 6 лет школу потому что у него 9 сентября день рождения и 6 лет ему исполнится вот сейчас сентябре он еще ребенок прям совсем ребенок он пойдет 7 20 тысяч в месяц что в месяц я говорю что закончить ремонт для того чтобы полноценно там жить например с кухней с ванной и как бы ну не что-то супер-пупер а просто чтобы был как бы ремонт это может быть даже с какой-то мебелью то это 20 тысяч не разграничивается в месяц я сегодня читала одного smm что есть рынок аккаунтов что специально взламывают а потом с этих аккаунтов пишет негатив повышают рекламу короче таких аккаунтов они троллят покупают рекламу может быть я не знаю а у мама привет у тебя я начала смотреть как еще дема родился как время летит так туда с головными болями и мигрений они бывают но не так часто как были раньше вот а ты мне нравится и мудрость спасибо анечка как приучить себя каждый день ухаживать за собой проблемы в семье ничего не хочется вы должны смотреть зеркало вы должны себе нравится у меня тоже такое бывает когда особенно когда себя плохо чувствами не хочется не мазаться кремом не идти там делать себе какие-то спа процедуры да и тому подобное но поймите любовь к себе проявляется от вашего внешнего вида да насколько вы за собой ухаживаете уже должен быть на потоке я не знаю я не могу например не намазаться кремом потому что это неуважение к моей коже кожи это орган ну то есть это то же самое что вы не пьете воду ну как то есть вы издеваетесь над своим организмом вот поэтому как бы относитесь к уходу за собой как к ритуалу определенному который в туалет же выходите потому что это так надо но вот уход за собой он тоже нужен смотрят на анюту им страшно на себя смотреть зеркала ну девочки на самом деле мы все разные все мы индивидуальные и мне кажется если есть какие-то проблемы с ними надо бороться это те же косметологи если нет средств на косметолога есть консультации такие как ютюбе есть косметолога нет канал там ну есть хорошие полезные как бы видео которые могут там чему-то научить но опять же все таки надо все подбирать хотя бы один раз выбраться косметолога хорошему который вам просто скажет тип вашей кожи что вам надо да какой уход потому что в разное время нужен разный уход и тому подобное опять же спорт не обязательно эти спортзал ника не ходит спортзал но я некий сказал мне тебе 15 то 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 ну и плюс как бы м тоже говорит типа она где хочу похудеть он говорит самый лучший способ похудеть это бег она бегает уже три недели каждое утро ну вот он и так и нужны кроссовки ей надо то и надо то то есть способствует тому чтобы как бы она к этому как стремилась вот я тоже ее поддерживаю потому что ну как поддержка близких она так как бы важно особенно подростков поэтому не знаю мне кажется что даже без средств каких-либо да там какие-то колоссальных всегда можно найти способ за собой ухаживать кухня будет где-то как шкаф смысле где-то как шкаф еще не поняла вопроса по цене мне кажется да даже дороже ну мне так кажется там столешница полтора на два поэтому тут надо еще понять из какого материала она будет от этого тоже цена зависит вот они добрый день как у вас дела ситуация коронавируса жить можно или нажимать власти смотрите есть люди которые смотрят новости и они в курсе всех событий я не из тех людей я не смотрела новости изначально и не собираюсь этого делать для меня ну я себя абстрагирую от негатива я понимаю что например да я не могу повлиять на то чтобы не заходить в магазин например да без маски да я захожу в магазин с маской но меня бесит этот факт скажу честно вот я не совсем верю в этот коронавирус он есть я не оспариваю но просто из этого сделали глобальную просто пандемию которой нет то есть это проверка чего-то на что-то в какой-то мере да я верю что это заговор кто-то может со мной не согласиться кто-то согласиться мне неважно это мое мнение и дискутировать по этому поводу я не буду по крайней мере пока потому что это знаете на горячем это тоже самое как говорить о религии политики ну не считаю это рационально вот поэтому как обстоят дела в моей жизни не особо там сильно что-то поменялось хотя я благодарна да этому этому карантину да за то что я все-таки вынесла позитивные моменты плюс я привела участок в порядок я думаю что наверное я бы может быть этого и не сделала если бы не карантин то есть всегда были бы какие-то дела то работа то 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 и как бы она так и было я бы ждала например большого количества как большого до определенной суммы для того чтобы сразу сделать вот так как я хочу потом подумала я сделаю так как бы с минимальными усилиями как усилия не минимальные потому что каждый день ты реально как бы с лопатой но меня радует то что сейчас есть я вам часто пишу и под причем на комент оставлю ни разу не отвечали и не видно чтобы вы читали смотрите девочки я стараюсь максимально всем ответить и если в личку пишите то я стараюсь всем ответить да у меня там висит большое количество но я просто на этом очень много рекламы какие-то гивы и тому подобное поэтому среди этого всего может затирать затеряться чьё-то письмо но это не от того что я не хочу от того что может просто не вижу вот ты классно и вдохновляешь мне открытость открытость вредила взгляды на это присмотрела я рада на самом деле у меня в принципе тоже самое происходит ну как бы происходит молодым человеком он тоже закрытый для чужих людей и многие думают что он один как бы в жизни совершенно другой то есть но с близкими другой почему потому что тоже как бы закрыт и мы тоже над этим работе я тоже своих детей в школу 7 отдаю самый раз я тоже всем пошла диме тебя потемал какая милота а не ты кушаешь после 18 до те финансово помогает по ремонту дома да это немножко да смотрю одну девочку мне нравится ее тема ролика вообще смотрю ролики только по делу а когда на про личную жизни ролики снимают мне не интересно но ничего конечно же не пишу но это правильно потому что опять же мне кажется что ролики но лично и возьму свой как бы меняет себя наверное да как бы свой опыт потому что я не знаю какой девочки вы говорите почему потому что как бы видео и и про детей и про стройку и про какие-то там да и личные моменты и там еще о чем-то и получается что каждый находит что-то для себя кто-то смотрит все и тут как бы или смотрят или не смотрят или смотрят выборочно то есть есть что-то нормально у меня бывают периоды когда я себя тебе не нравлюсь зеркалью начинаю себя менять и получается у меня тоже самое было девочки это нормально мы все-таки и бывает настроение бывает луна бывает солнце мы все как бы это не бывает чтобы мы прям всегда с собой там восхищались или всегда у нас все получалось бывает такое что вообще все из рук валится и ты себе не нравишься и у меня такое бывает у всех такое бывает поэтому мне кажется что он ну надо просто жить получать удовольствие не знаю как бы наслаждаться этой жизни а это очень интересно ведешь прямой эфир интересно слушать тебя что правда на самом деле мне иногда кажется что она вроде бы вроде какая-то тема нужна потому что вроде бы так и как-то и и не очень ну не знаю спасибо 9 тоже гарно взявлено стиля извините возможно вы говорили уже когда когда увидитесь а вот через пару дней ну короче на этой неделе у вас ну как бы плюс-минус вопросы закрывает или едет у нас в москве надо обязательно ходить перчатках это вообще и дебилизм да это дебилизм не буду спорить честно они как петь и перенес разлучение вот так все уже да а так тяжело обожаю тебя твои блоги эфиры посты ты очень целостная и мудрая кайфую таких людей приятно спасибо большое мне тоже очень импонирует что в мою жизнь заходят такие люди с кем комфортно с кем приятно с кем можно быть собой у меня есть очень такие шутки знаете как но я открытый человек но я люблю такие знаете подковырки но это не подковырки чтоб обидеть а именно посмеяться и когда ко мне так мне тоже нравится я нахожу таких людей и это так здорово то есть я начала обретать классных друзей именно после развода блин это так прикольно моих пп тоже не видно да есть еще целью глюк instagram наверно но я как бы все читаю а не подскажи какие медитации послушать для успокоения и равновесия в бейте в ю тубе медитация например для успокоения или для равновесия их там дофига и их будет много можно выбрать любую и по голосу и по вообще как бы ну их много попробуйте кубики льда с отваром ромашки помогают мне да особенно когда например ну а отекшая и утром до вашего да блин взяла кубик прошлась и все мой сын пошел в школу семь лет пять месяцев отлично вот я тоже так считаю что как бы отличный возраст потому что девочки они раньше взрослеют мальчики позже анечка вы делаете прививка демидов я к ним отношусь наверное сейчас уже негативно потому что сейчас непонятно что в мире происходит вот поэтому у некий есть все прививки полностью а у демида не все у него нет 3 кдс и нет от кори демид такой терпеливо видно что скучно ему но терпит ради мамы зовут когда он такой он очень хороший мальчик мой сладкий мой любимый мальчик я знаю любовь моя сейчас поедем а не сколько денег уже вложено в дом если не секрет много очень много они написали что у не скучно да что скажите чем удобряйте растение землю я во влогах показываю я сейчас по названиям не помню потому что ну как их много разных вот хотите а пост напишем на эту тему какой туши сейчас пользуешься ой она вообще такая мне ее прислали как это на обзор она лежала лежала это украина производства и вы знаете очень хорошая тушина не оставляет вот этих вот под бровью и она такая прям вау называется фирма дине вот она продается по-моему в еве и я вообще она стоит вообще копейки потому что зашла посмотрела так что если вдруг попробуйте ну вот она реально классно причем она у меня открытая лежала фиг знает сколько вообще давно хотела написать и я бы лично вообще не выносила аня правильно делаете что не рассказываете лично а мне вас жалко я вас очень люблю спасибо мне тоже жалеть не надо потому что если бы не вся эта ситуация в моей жизни я была не была бы такой какая я есть сейчас да многие вещи я пережила да я много плакала но мне кажется это все очень хорошо ради того чтобы сейчас все было хорошо потому что есть знаете как теперь есть чем сравнить замуж за им хочешь или так просто сожительство ну тема замужества мы во-первых обсуждали но дело не в этом тут как бы мне чуть страшно анечка как держите себя в прекрасной форме вы всегда были такой худенькой да я была всегда такой кроме одного момента когда лежала в больнице 2011 году 2011 по 12 три месяца лежала в больнице и я ела и лежала ну потому что как бы приносили есть а мне нельзя было выходить из больницы то есть я лежала я поправилась на больше чем 10 килограмм я не в одни джинсы вообще я свою одежду не влазила я поняла что если вести такой образ жизни типа неактивный да то даже если у тебя классная генетика то она не поможет вот я очень активная я постоянно где-то что-то делаю куда-то еду плюс я мало кушаю немного вот хотя я люблю вкусно покушать и но мне кажется все таки это еще генетика потому что у них и чуть другая генетика и как бы любая булочка любой кусочек хлебушка и тому подобное у нее как бы мне кажется будет будет она еще подросток я еще не считаю какие-то там да еще нет сформировавшейся фигуры потому что я тоже я смотрю 16-летней своей фотографии я думала что я богиня а там три эти складки на животе и тому подобное поэтому это такое можно не буду отвечать на вопросы личного характера это некорректно вы мой мотиватор обожаю вас спасибо вам спасибо очень приятно . привет привет недавно с подругой обсуждали хороший удачный брак в 20 лет это абсолютно не то хороший брак который может быть в тридцать и будет в сорок вы знаете мне кажется что каждый вот этот вот говорят есть три любви даже в интернете где-то видела такой ролик прикольный в принципе я верю что да действительно так бывает потому что когда мы молодые совсем молодые мы мыслим по одному в 30 мы мыслим по другому в 40 по третьему и люди которые живут всю жизнь они прошли все эти три этапа и в каждом этапе был какой-то момент который ну вот-вот был на грани это сто процентов а вот и они смогли это все перенести выдержать есть люди которые продолжают жить ну как типа они как соседи но они продолжают жить там ради детей или уже потому что считают что жизнь закончена как бы зачем разводиться что тут осталось но есть и такие вот поэтому мне все таки кажется что вот возьмусь опять же себя да я очень рано вышла замуж мне было 18 лет я прошла этап брака до 33 я поняла что мы мы разные то есть как бы людям надо в браке тоже расти им надо трудиться и когда люди в браке расслабляются приходит недопонимание и потом придет крах любовь это труд это колоссальный труд на эту тему можно много говорить на самом деле потому что вроде бы кажется что двояко приходишь домой и ты должен расслабиться зачем трудиться нет это другой можно принципе об этом поговорить и даже действительно сделать прямой эфир просто не сейчас сейчас надо же закругляется на эту тему потому что я не могу говорить и мне кажется мне есть что сказать у меня все таки большой опыт в этом и если у меня будет еще брак то мне кажется я уже знаю как сделать так чтобы все было хорошо но по крайней мере с моей стороны потому что один человек все равно не вытянет то есть всегда как бы два трудятся над этим вы настоящая прикольная интересное спасибо он не был жадным ну как вы делали не жадость у нас казахстане уже отходит от перчаток и маски но говорят что будет вторая волна сентябре переживаю что нам первый класс эти будет шесть лет может еще год не отдавать если начнется да это очень какая-то странная такая штука блин с этим коронавирусом ждем посмотрим что будет да напиши пост про удобрения хорошего женщины вы издеваетесь такие вопросы задавать видимо не у всех есть чувство такта спрашен спрашний человек рост и демащие на моей шести такой мужчинка мужчина привет у меня анечка мотивирует стараясь макияжиться каждый день даже огород завела класс идем идем и едем останем частности больше разумеющих жить и все на просто так главная в частность разуме ты рыбы ты выставки вот прям стопроцентов дочка будет как папа большая на него похоже и если сравнить жизнь декрете когда вам было лучше тогда или сейчас важно ли женщины реализовывать смотрите каждая женщина разная я знаю очень много девочек которые специально рожают детей они прям даже это не скрывают как я не хочу ходить на работу я хочу сидеть декрете и им нормально им реализация отлично заходит которая типа дома в пеленках и я тоже это не осуждаю это выбор каждого что касается меня быть в декрете с ребенком или сейчас это совершенно две разные и они не несопоставимые поэтому нельзя сравнивать как было лучше тогда или сейчас и тогда было хорошо потому что ребенок маленький ты наслаждаешься каждым мгновением потому что он глазки открывает закрывает переворачивается и кает и ты кайфуешь от всего этого да мой маленький ребеночек такой он хороший был маленький такой кнопочка сейчас она за большая кнопочка вот а сейчас уже по-другому его ну и его и так за собой вести тягала но сама суть я по натуре такой человек такой вот поэтому не знаю сохранить эфир хорошо привет моя красивенная танюшка привет какие у тебя красивые костюмы так ждать что к нам такая доставка дорогая и замороченная доставка там по моему 20 долларов насколько я помню я собачь да у тебя модный свитер я если честно не знаю но по моему 20 долларов если взять несколько вещей то наверное она отобьется если бы я ехала в москву я в тебе привезла честно если бы ходили поезда я тебе отправила вот поэтому может быть что-то придумаем а по поводу костюмов то я их была бы готова к третьему ребенку обсуждаем анечка как вы считаете если нет близких подруг это нормально так как семья дети все знакомые бывшие друзья от селис это нормально скажу честно потому что у меня так произошло и сейчас у меня появляются те друзья которые также с детьми также с семьями и мы общаемся семьями или общаемся просто с детьми и встречаемся и как-то вот так вот то есть это нормально так бывает есть которые там с института и они всю жизнь есть которые отсеиваются что меняется мировоззрение очень много забот поэтому как бы времени не хватает но на друзей в принципе надо время находить но не все это понимают поэтому одни могут другие не могут и потом перестают общаться и как бы вот так происходит поэтому не знаю мне кажется потом жизнь сводит с людьми которые уже в зрелом возрасте становятся друзьями одноклассник мой был самый классный парень школе за ним ноги девчонки бегал он женился на девочки с параллели сейчас он сбился они от были моменты когда вам браке нравились другие мужчины визуально или в смысле нравились но мне кажется каждому человеку вот идет человек например да мужчина смотрит блин прикольная девчонка или идет какой-то парень ты думаешь симпатичный ну так нравились или как я чуть-чуть как бы этого не поняла дема в 6 или 7 будет отдавать в школу буду давать 7 хороший свитерок и дема и мужа несколько лет да он появился когда мы было помнить два с половиной но свитер на четыре года мне кажется на него уже прям впритык впритык а мы почти его не носили потому что он дико теплый анечка хорошая теплая вечера пассии больше такие классные видосы на мамы и сына в мэне детенстве на баллы таки обнимашками тому я свою малу постейно обнимают его и дужи важлива указать это не еще и любишь так это это правда это очень важно прям очень важно а он еще такой тактильный ника не такая а он прям вообще если я там сказала кошки клёпанька мама ты меня любишь ну то есть как бы ему обязательно надо каждое утро он приходит мы обнимаемся каждый вечер мы обнимаемся в течение дня мы обнимаемся то есть если ребенка это важно это надо давать да а я посиделись 7 лет в декрете и уже не хочется работать по графику и вообще не знаю что хочу хотя раньше очень нравилось реализовать себя и другой себя не видела ну не знаю может да все все едем сейчас я допиваю быстренько всего а когда они рожают 3 40 лет 40 лет рожают так что хотят сказать по поводу реализации себя реализовать себя можно если желание если нет желания то как бы занимаетесь домом семьей это выбор каждого но если они захочут родить 40 жизнь только начинается ну да я считаю что возраст этого дома дамы дамы если тебе лишь показать и такие есть он все занимает хорошо он все понимает да хоть 50 не быть змеей это точно хоть 40 главное не быть люка в интернете такой пишет как будто 40 это много самое интересное девчонки я могу сказать есть такая штука как я помню там 20 с копейками мы с подружками что-то обсуждали и там у это ей уже там 32 ну типа было ощущение что это прям тетка прям уже вообще капец сейчас мне 35 и я понимаю что моя жизнь только начинается только начинается мне еще улая еще то бы понимаете да поэтому 40 45 50 это вообще ни о чем 40 лет и лишь только начинается да у меня завтра день рождения мне снова 26 молодец дойдем к терпеливой поэтому я закругляюсь спасибо вам большое что посмотрели я наверное сохранил все всем пока 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 мама да ты да что